Всем привет, друзья мои! Это программа СМАК. Меня зовут Андрей Макаревич. Если вы заметили, за моей спиной появилась очаровательная рыба. Она не сегодня сюда приплыла. Вообще, если кто-то и помнит, вдруг, помимо СМАКа, в свое время на Первом канале у нас было большое количество разных программ. В частности, была программа музыкальная, которая называлась Макарена. Лет за 20 до квартирника Маргулиса. Вот эта рыба висела там на стене. Ну, это так, к слову. А сегодня у нас в гостях замечательная актриса. Ее зовут Екатерина Семенова. Вот она. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Андрей. Я подобрал маечку под свет. А что мы будем делать? Мы сегодня будем делать израильское блюдо шакшуку. Оу! Да. Незамысловато. И такой десерт, питу с шоколадной пастой. Ну, то есть у нас такой сегодня израильский завтрак. Средиземноморский. Средиземноморский, да. Средиземноморский традиционный завтрак. Да. Арухатбокер. Ну, хорошо. А, и я еще не сказала, что шакшука у нас будет такая более праздничная, поэтому она будет с осьминогом. С осьминогом? Да, вот так вот. Это будет явно такая, не просто некоширная, а антикоширная шакшука. Антикоширная шакшука. Да. С осьминогом никогда не ел. Да. Кстати, по поводу осьминога. Вы его уже погрузили в воду? Да. И как вы его? Мы его погрузили в воду. И единственное, что я, конечно, всегда, честно вам скажу, не самый большой кулинар, поэтому привыкла более к вареному уже осьминогу. Но так как сегодня у нас был сырой осьминог. Осьминог уже в шакшуке. Да, осьминог уже в шакшуке, да. То мы его погрузили. Единственное, что, конечно, осьминога готовить вроде бы и просто, но и сложно, потому что можно его переварить, и он станет резиновым. Я вот небольшой опыт с осьминогом имел. Могу сказать, что он бывает хорош, когда его варят совсем мало. Да. А вот если ты пропустил этот момент, его надо варить до вечера, потому что тогда придется очень много. Да, потому что он может быть стать резиновым, а вот это его большая проблема. Мы же не допустим, верно? Нет, мы успеем его выключить. Первое, с чего мы начнем, да, это мы, наверное, возьмем, вот у нас все уже готово для шакшуки. Начнем мы с чеснока. Я могу помогать, между прочим. Да, это было бы совершенно здорово, потому что я действительно считаю, что лучшие повара мужчины, чем женщины. Как и лучшие во всех остальных проявлениях. Ну, хорошо, я согласна. Да простят меня феминистки. Так. Я мог бы... Ну, блин, а, это мне уже фронт работ подготовлено. Да, я уже... Что с ним делать? Мы его вот так вот раздавим сейчас ножом. Узнаем, знаем. Да? Да. Вот это, наверное, хорошо будет, пока ставим. Вот я, честно говоря, меньше всего ожидал, что у нас сегодня опять будет израильская кухня. Потому что... А уже была? Да, нет, нет, дело в том, что моя жена, она как раз оттуда, поэтому она большой знаток. И у нас периодически будут экскурсы в израильскую кулинарию, и, вообще, в дезиноморскую кулинарию. Но я почему-то думал, что вы такое пасконно-русское, домотканное, кондовое. Вы знаете, я очень много, ну, когда я работала в театре «Современник», да, это было давно, но долго, и мы очень часто ездили с гастролями в Израиль. И вот с того момента, как бы, артисты же ведут, ну, спектакль заканчивается поздно. Бросать? Да, бросаем. Вот на, надо на сильно раскаленной сковородке его немного обжарить. Понимаем. В этот момент мы берем лук. Вот у нас тут есть красный лук, есть белый лук. В Израилье я в основном вот такой видел. Да, ну, это такая у нас праздничная шакшука. Вот осьминога я бы уже начал пробовать. Да. Колоть его вилкой, потому что... Я с вами абсолютно... Там сейчас на секунду идет. Согласна. Нет, пока он у нас еще. Он у нас такой огромный, он у нас действительно сильно праздничный. Позвольте. Ага. Давайте. Осьминог у нас тут на хорошую дивизию. Угу. Это да. Как бы нам его не переварить, а то придется его потом натирать на терке. А, честно говоря, можно ножичек? Угу. Мы же все равно нарезать будем, верно? Да. Ну, что? Ну, что? Я пока добавляю лук. Угу. Угу. А не надо было подсолить воду? Надо было. Ага. Вот здесь, конечно, у нас. Вынимаем? Ну, по мне, да. Ну, по мне, да. Вообще, не я автор вашего проекта. У нас свинок, конечно, у нас царский. Пасты. Я помню, что шершовка такая вообще сильно томатная вещь. Да, ну вот у нас есть томат, у нас все приготовлено. Все. Сейчас и помидоры будут. Все мы режем крупно, чтобы вкус. Чтобы дурака не валять. Ну, правильно, что? Желочица-то. В каких годах вы в Израиле ездили? Ой, ну, наверное, лет 10 назад, но ездили мы туда постоянно. Какие спектакли возили? Возили и крутой маршрут мы возили, и три сестры очень часто ездили. С треносестрами в Израиль с Галин Борисом. И вообще, как бы, наверное, два раза в год мы в Израиль точно ездили. Как было хорошо до ковида. Да, как было хорошо до ковида. В Гешере играли, да? Да, 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 да. И вот с того момента я очень полюбила средиземноморскую кухню, ну и вообще все. Все в Израиле, скажем так. Они, конечно, у них там еда – это культ. Это катастрофа. Когда туда приезжаешь больше, чем на неделю… Это все, да, это конец. Это абсолютный конец. И израильтяне любят хорошо поесть. Да, да. И все вот это пита начинается. Хумас, фалафель. Рыба в кляре. Да, давайте. Вот поднями видно, что я там провел месяц недавно, да? А, да. Несмотря на то, да? А что, незаметно? Ну, я не знаю, где вы провели месяц. Так, бросаем еще красный лук, чтобы он у нас… И бросаем туда… Перчики. Перчики в нашу прекрасную. И сейчас мы туда помидоры добавим. Угу. Тут надо сказать, что обычно-то ее делают с мясом. Да? Шакшуку? Да. Ну, я ее обычно всегда ела без всего просто. Просто овощную, да? Да, просто овощную, да. Здесь такая уже действительно авторский вариант. Потому что, когда вот мне рассказали об этом, сказали, что можно сделать ее и с креветками… Ну, да. Ну, и с мясом, естественно. То есть шакшуку можно делать совсем… С фаршем. С фаршем, да, хорошо. С кефтельками. Креветки, конечно, в этом плане проще, чем осьминог. Это да. Даже кальмары проще. Осьминог – сволочь такая своенравная. Опасная, да. Опасная, да. Я никак не мог понять. Вот в Греции прямо на берегу, значит, на решетке, вот рыбаки поймали осьминога. И вот они на решетке его быстро жарят. Угу. И он, получается, мягчайший. В чем тут дело, я не могу понять. Я тоже не могу понять. Как это вот они… Может, осьминоги делали? Может, потому что он не свежий. Это такой хороший, покладистый, греческий. Ну, он свежий может. Вот. А какие специи у нас туда пойдут? У нас пойдет туда зира. У нас пойдет туда лавровый лист небольшой. У нас пойдет туда чили-перец. Обычно я беру его в пасте. Понятно. Ну, ложечку пасты. Ну, это красиво, когда красить зироники. Ну, это будет красиво, раз у нас так это все получается весеннее-осеннее. Искрасить чем-то вот вариант, если осьминог все-таки будет жесткий, да? Мы возьмем цветами. Конечно. Да, мы возьмем красотой палитры. Да. Абсолютно точно. По поводу зиры. Знаете, что с ней надо делать, да? Да. Не просто сыпать туда. А как? Вот это расскажите. Ее надо взять. Вот это делать вот так. А, чтобы у нее романтираешь, да? Вот тогда она начинает пахнуть. Вот так вот. Я тоже ее обожаю. Обожаю. Я зиру добавляю везде. Вот мне кажется, что я вот ее открываю, ящик с приправами, вижу зиру. Кругом ташнете. Да, и везде добавляю зиру. Так. Так. Чили. Порежу-ка я вам чили. О, спасибо. Прекрасненький и зелененький, да? А нет, он настолько зелененький. Потому что вот это-то не чили. Это не чили, да. Ну вот немножечко, да, красненького чили. А как вообще к остроте отношения? Очень хорошо. У меня папа грузин, поэтому в доме всегда преобладание было острой пищей. Тогда я не боюсь. Угу. Что-то мне подсказывает, что нам надо... Что осьминога мы тоже не целиком туда будем. Нет, мы его порежем и даже чуть-чуть обжарим. Так, вот теперь мы наливаем... Это давленые помидоры. Да, давленые помидоры, да. Туда можно чуть-чуть... Это вода, да? Думаю, что керосин вряд ли там... Водички. Может быть. Так, чтобы оно было. Немножко воды. Досаливать будем потом. А мы сейчас посолим. Да. И чуть-чуть сахара сделаем, чтобы оно было так попикантнее. Так, нет, это не то. Сейчас. Соль вот, по-моему, у нас... Соль-то здесь. А. Давайте. Агадину будем резать кусочками, да? Вот мы сейчас... А мы сейчас начнем... Мы сейчас... Это у нас пока все будет тут томиться. Так. А мы сейчас еще сделаем десерт быстро. Какой размах! Да, видели? Ну, хорошо. Ну, это будет очень быстро, пока это все варится. Понятно. Давай сахар. Сейчас положим питом. Подали сахар. Немножко сахара. Мы положили вот питом. Я положила питом в духовку. Ну что, я все к этому подбираюсь к этой гадине. Порезать ее? Давайте, да. Такие вот шматочки, да? Нет, я бы побольше. Вот прям вот так вот поставила. Да, и вот так красиво. Щупальцами такими. Щупальцами, да. Чтобы люди знали, да, с чем они дело имеют. Да, конечно. А то так, знаете, праздничное-праздничное, а незаметно будет. Ладно. Вот, да. Так, сейчас у нас будет уже пита. То есть, здесь чем удобно, что пока у нас шакшука томится, мы можем и детей порадовать. Сделать им такой быстрый десерт. Питу с шоколадной пастой. Ладно. Так, сейчас что у нас тут. Питу мы вот так берем и вот так вот ее как... Открываем. Открываем, да. Ой, пальцы, осторожней пальцы. Опа. Вот. Берем ложку. И так, не жалея, кладем шоколадную пасту. Ну, конечно, раз уж спитой-то. Сверху мы вот так вот кладем клубнику. Вот по цвету очень хочется туда добавить несколько листочков. Может быть, мяты. Мяты. Красиво, да, будет. Конечно. Но мы еще добавим... Вот так вот мы сейчас сюда это поставим. Мы еще вот так добавим орехи. И вот так посыпем сахарной пудрой. Ну, вот, в принципе, наш десерт-то уже готов. Значит, вот это, в принципе, уже готовый десерт. Да, который делается быстро, пока у нас... Да на наших глазах. Доходит шакшука. Самое важное в шакшуке, это чтобы желток... Не разбился. Ну, да, не смешался с белком. А я бы прям туда колол. А как меня научили знающие повара, что лучше делать это в чашку, потому что если ты разобьешь яйцо и оно смешается, то ты испортишь шакшу. Это они бздят. Ну, вот я, видимо, тоже из этого племени. Вот я сейчас покажу. Хорошо? Хорошо, давай. А так нам надо переложить ее в сковородку, в которой, да, мы будем подавать. То есть вот наша как бы основа... Тогда нужна такая какая-нибудь ложа. Да. Хорошая такая. Основа наша. Вот такая, например. Скажем так. Да, прекрасно. А, запах чудесный найдет. Да. Сейчас мы вот так... О, осторожно! Я справилась. Так, может... Сейчас мы ее... Я уже думал, не женское это дело. Ничего. Сковородки тяжелые творочить, нет? Я справлюсь. Вот так мы ее... Так. Теперь... И теперь мы сюда разбиваем яйца. Вот я так вот, например, вот так вот беру. Вот так вот готовлю местечко, а это мы погасили. Да? Угу. Вот сюда, скажем. Ну ладно, вот мое тоже. Опа. И еще два. Так. Делаем такое вот маленькое углубление все. Разрезаем питу. Ну вот. Оно двужелковое. Я ничего не разбил. А, наоборот, вот как красиво. Ну это красиво. Да, очень красиво. Так, значит, тут, наверное, будет три желтка. Больно, наверное, здоровое. Ну посмотрим сейчас. Вот сейчас я узнаю. Нет? Один. Вот. Так, теперь надо бы, наверное, накрыть, чтобы они запеклись. Да, чтобы они, да, чтобы вот оно... Да. Ну, мне кажется, они уже... Нет, нет, нет. А, осьминога можно уже положить красиво. Мне кажется, да. И пусть он-то там... Пусть доходит. Доходит, да? Так. Ну я доверяю вашему художественному гению. Думаете? Ну давайте я попробую это сделать. Вот так мы это сейчас. А, в свободной манере? Да. Вот так его. Он как бы как такое у нас украшение. Ох, израильтяне бы нам сейчас все сказали, что они о нас думают. Ну и, конечно, еще можно какой-нибудь красивый тоже добавить. Зеленюшечки, да. Зеленюшечки, да. Зеленюшечки, да. А это нам, кстати, никто не запретил. И мы это можем сделать в последний момент. Чтобы вот она-то как раз не уварилась. Зеленюшечка, да. В Израиле очень любят кинзу. Да, вот как раз кинзу сюда было бы и идеально. Вот мы сейчас немножко кинзу возьмем и заготовим. Вот так вот. Ну мне, в принципе, кажется, что она уже у нас... Нет, 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 не надо спешить. Не надо спешить. Белок должен совсем спечься, желточек должен стать плотным. Ну, насколько я помню. Ну да. Значит, давай, друзья, от себя могу добавить, что если вы испытываете отвращение к головоногим моллюскам, или они не водятся где-то вот в досягаемой близости, то эта штука делается просто без них. Вот все овощи, которые мы перечислили. Яйца, специи. И, конечно, вот теперь надо просто дождаться, пока яйца допекутся. Практически, да. Счет пошел на минуты. Такое зрелище завораживающее. Ну, в общем, мы и заворожили, стоит тут завороженная. Да, завороженная от шакшуки. Завороженная от шакшуки 2 сериала. Возвращение шакшуки. А нет желания немножко выпарить влагу? Можно, да. Где наша эта штучка? А употреблять прямо вот с этой сковородки. Вот с этой сковородки, да, спитой, да. Это вот специальная сковородка. Значит, тогда мы делаем так. Мы берем зеленюшечку нашу, да? Да. Вот так уже красиво украшаем. Ну, все, что ли? Ну вот, мне кажется, да. Выключаем. Тогда раз. Только нужны хваталки. Опа. Шкворчит. Вау. Ну вот, господа. Значит, прежде чем мы раскурочим эту красоту, я предлагаю насладиться крупным планом. Ты шакшуку с ними пока из него пара идет, а то это перестанет. И вот мы берем, значит, вот эту, да? Пито, да. Горячую, горячую, ребят. Горячую, да. Вообще, конечно, вот стакан я не предлагаю сейчас только, потому что я не знаю, сколько времени у вас, а у нас на съемке довольно рано. И было бы аморально, да? Но она, в принципе, похмельная еда-то. Шакшука. Нет, если так ставить вопрос. Я так, если это утро. А если уже ближе к часу дня, то тогда уже можно и рюмочку. У нас, по-моему, есть стаканчик венца, верно? Красная? Белая вот это гармберская. А красная есть? Красная. Почему нет? Тоже не есть. Чего мы как эти? Риоха. Между прочим. Не зря мы вспомнили про... Нет. Как вы мягко меня к этому подвели. Я вас хищен. Ах, это я умею. Да, я просто... Вот это у меня лучше получается, чем шакшука. Я снял шляп. Мягко подводить. Дорогая Екатерина, я безмерно счастлив, что вы посетили наш уголок. Спасибо большое. Я тоже очень счастлива. Ой. И неплохо, между прочим. Хорошо. Вот здесь я бы не отказался, чтобы она была чуть поострее. Да? Ну вот я добавляю пасту, и тогда можно это как-то отрегулировать. Всегда можно присыпать. Можно, да. А у нас же есть, да? Все. Чего у нас только нет. Чего только нету. Ну вот это вот, например, тот же чили, только сушеный. И вот так вот делается. Не знаю, как поступить с осьминогом, честно скажу. Потому что несколько чувств во мне борются. Посмотрим, как это дело сочетается. Средиземноморье встретилось с иудеей. Так бывает. А тут честно, жестковато. Но есть куда стремиться к совершенству. Да. Но никто не говорил, что будет чехов. Конечно. Особенно с осьминогом. Можно с осьминогом. А можно и без. Но утренняя еда очень хорошая. В общем, я вас поздравляю. Счастливо. До новых встреч. Подарочек. Ой. Ха-ха. Катя. У меня уже был бокал гонав с утра. Это такой подарок. Залог нашей дружбы. Это культовый фарток программы «Смак», который 27 лет украшал тех людей, которые на нее приходили. Он вполне рабочий. Его можно не вешать на стену, а вполне делать в нем шакшуку. Спасибо. Очень рад. Спасибо огромное. Спасибо. До свидания. Пока, ребята.